Всех приветствую на канале Банковский в нашем обзоре вклад до востребования Сбербанка России. Это вклад известен в принципе всем, кто когда-либо хранил средства в Сбербанке, потому что он фигурирует во всех абсолютно соглашениях касательно вкладов. Почему он фигурирует? Да потому что, например, если у вас там истек срок, например, вклада, а пролонгация не предусмотрена, тогда невостребованные средства, они перетекают на вклад до востребования по умолчанию и на них начисляется вот эта вот грабительская ставка 0,01%. То есть все мелкие суммы, которые там зависли где-нибудь на картах и счетах, они все к ним, ко всем применяются условия вклада до востребования. То есть это на самом деле огромные деньги, если посчитать всю клиентскую базу и все вот эти мелкие вклады, там 20-30-40 рублей, с этого всего банк зарабатывает, недоплачивая каждому процент, ну и соответственно получает вот этот сверхдоход знаменитый. Ну и вот, конечно, банк ругают за этот вклад, но он как был там много лет назад, так и сейчас он существует. То есть если вам захотелось его открыть, в чем я лично очень сомневаюсь, потому что, ну, кто в своем уме откроет вклад под ставку 0,01, да, хотя, конечно, он и свободен, то есть можно и переводить, и частично снимать, и пополнять этот вклад, но все равно ставка тут ее фактически нет, да. Ну и изучим условия. Ну, в принципе, условий тут особо никаких нет. Минимальная сумма от 10 рублей и процентная ставка, понятно, 0,01. Если говорить о каких-то подробностях, тут, в общем, как говорится, и сказать-то особо нечего. Условия начисления процентов при закрытии вклада. При востребовании вклада доход начисляется, исходя из процентной ставки, указанной в договоре. Главной особенностью вклада является то, что он бессрочный, он и называется довостребованием. То есть какие бы условия на рынке финансовом не устанавливались, какая бы ставка рефинансирования не существовала, какие бы экономические потрясения не происходили, этот вклад был, есть и будет. Ну и, соответственно, в этом, наверное, его единственный плюс. Проценты по вкладу начисляются ежеквартально. И с валюты вклада там евро, доллары и рубли. Можно, в принципе, выбрать, если есть. Это, пожалуй, единственный продукт финансовый Сбербанка, у которого вообще никаких подводных камней нет. То есть ввиду того, что он по определению невыгодный, банк это не скрывает, но, тем не менее, как бы, знайте о его существовании и знайте, что если вы не будете следить за судьбой ваших вкладов, ваших карт и средств на этих картах, то вот эти невостребованные счета, они превратятся вот в этот вклад до востребования и на вот эти хранящиеся средства будет начисляться вот эта ставка 0,01. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео и удачи вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!